Я вот сколько за тобой наблюдаю, ты вот кайфуешь от жизни. У тебя как это получается? Наверное, учителя были хорошие, которые в свое время объяснили, как надо жить. И, наверное, так и надо, потому что неизвестно, что будет завтра. И хочется от жизни получать удовольствие, наслаждаться, даже минимальные какие-то моменты, но все равно это надо понять, ощутить, насладиться. Так что вот жизнь так вот она и проходит. Хорошо, здорово, комфортно. И вообще я люблю, когда вокруг все здорово. Ну и потихонечку пытаемся что-то улучшать, что-то делать, приумножать. Мы с тобой философ стали как раз о стакане, которые есть кому подать. Вот туда, это одно из, правильно воспитанные дети, которые понимают, что папе надо. Сколько детишек у тебя? Три дочери. И все тут. И все со мной. И внучка. И внучка. И зятья. Всем нравится, всем комфортно. Никого не хочешь отпускать? Нет, ну их право, они сами решат, когда им куда идти и когда, да, и куда. Ну пока всем комфортно, все живут и наслаждаются. А если приезжаешь домой, и кого-то нет, это и ощущается. Потому что у нас семья, она большая. И она, можно назвать семьей. Именно это полное такое. Ну это домострой, ты же согласен, да? Ну, наверное, но всех устраивает, все живут. Ну, один хозяин здесь. Лев один. Мы просто спорим на эту тему с тобой уже не первый раз. Ну, понятно. Но все равно, кто же должен быть головой? Есть шея, которая дома, которая тылы прикрывает? Да, но дочек свои же все-таки. А? Ну, дочек свои же все-таки. Ну, да, но я думаю, что настанет то время, когда они начнут самостоятельное плавание. Когда папа позволит. Да нет, препятствий никто не будет делать. Ну, а так? Конечно, не хотелось с одной стороны. С другой стороны, хотелось, чтобы больше самостоятельности было. Ну, посмотрим. А, у нас супер. Через неделю очередная свадьба. Да, через неделю свадьба, да. Средняя дочь выходит замуж. Вот сейчас мы все в подготовке. Да? Искупался, да? Вот моя шея. Это шея, замечательно. Вода теплая и почему-то соленая. На море же. Ну да. Уже Гурбачок на море. Это Раменское, если что. Море это там, где мы должны были сегодня вечером быть, но уже не будем похожи. Ну, видишь, есть небольшой заменитель. У нас Раменское море. Ну, тоже соленое, замечательно. Присаживайся, Наташ, ты никому не мешаешь. Мы дурака валяем, мы говорим о жизни. Ну, давайте. Вот предстоит свадьба. Вот. Сидит такой барин с сигарой. Вискаря не хватает. Вескаря не хватает. Вескаря, а с трубкой. Вескаря не хватает. Вескаря, а с трубкой. Еще не вечер. Еще не вечер. Я его и с трубкой с сигарой снимал в прошлый раз. Он заросся же. Поэтому все нормально. Да, мы за здоровый образ жизни. Да. Он говорит, блин, он мне в прошлый раз и так вот, зараза, почему заблокированный ролик надо проверить. Он так рассказывал про водку. Вкусно. Да. Про закусь. Можешь повторить, Димус? Нет. Ну, что же, что повторяться? Там, ты знаешь, его не было видно, кстати. А сейчас он просмотрит. Я не знаю, почему он заблокирован, кстати. Но ты так рассказывал, жарил мясо одновременно. Не, но это опять же, возвращаясь к тому, что от каждой ситуации надо получать удовольствие. То есть некоторые, опять же, повторюсь, водку пьют для того, чтобы напиться. Мы ее выпиваем для того, чтобы получить удовольствие. Да. Именно сочетание вкусов. Это водки самой горькой. Да. Взять тот же огурчик солененький или, например, селедочку с лучком. Вот. Хлебушек. И вот я как бы повторяюсь, опять же, что это вот водка горькая, хлеб нейтральный, а лук острый, вот и селедочка солененькая. И все в сочетании получается очень вкусно. И, соответственно, получая вот это вот удовольствие, это всегда здорово. Я, нет, я, кстати, это, лишний раз, если спросить и повторить, какие-то интересные вещи умные рассказываешь, хорошие. Особенно же от спортсмена, это особенно приятно слушать. У нас там рекорд какой-то побег в Европе какой-то. Да, недавно прошли соревнования, конечно, была авантюра, вот, потому что поднослой давно не жал, к соревнованиям не готовился, отдыхал уже можно так, вот за четыре дня пришло решение. Да, новая методика. Да, новая методика. Пусть Бурнова возьмет на вооружение. Нет, Олибеков пусть, у него там слишком много тренеров. Ну, ты когда приехал. Нет, пусть Мамедов у него 10 тренеров в неделю, по Борису Ивановичу Шейко. А у нас под Горбачеву три недели отдохнул и пришел, и 300-500 там. Да, 300-500 в своей возрастной 125, да, установили мировой рекорд. Да, вот, это, кстати, очень хорошая продвинутая методика. Я-то ей давно уже пользуюсь. Ой, в общем так все вкусно было. Так все, хотел мне тоже показать, она там волосы держит. Да, мне показывать. Ну пойдем, может быть, выпьем водки. Пойдем.